Как приглашать людей в сетевой бизнес, не имея собственного результата, не имеющего чека, не имея, возможно, команды и так далее? У меня этих вопросов поступает очень много, и я решил записать подробное видео, отвечающее на этот вопрос. Всех приветствую, меня зовут Кирилл Колганов, я являюсь лидером большой международной структуры в MLM, компании EPL, и предлагаю сегодня разобраться с этим с точки зрения моего опыта. Я в свое время пришел в сетевой бизнес из классического бизнеса, я занимался строительством очень плотно, плодотворно. И хочу вам сказать, что на самом деле, если рассматривать структуру, подходы, методы продаж в бизнесе, то линейный бизнес очень близок с сетевым бизнесом. И, знаете, давайте для примера, яркий пример из жизни. Когда человек начинает какой-то классический бизнес, да, и когда человек начинает MLM бизнес с какой-либо компанией вне зависимости. У вашего окружения, когда вы начинаете обычный линейный бизнес, и, возможно, приглашаете в него кого-то, либо стать партнерами, либо воспользоваться услугами, либо же товарами, которые вы продвигаете, когда вы начинаете рекламную кампанию этого бизнеса и так далее, и так далее, у вашего окружения зачастую не возникает вопросов, и они, если им необходим этот товар, либо услуга, они обращаются к вам и уже оценивают вас, цена, качество и так далее. Когда же человек начинает заниматься сетевым бизнесом, когда он начинает приглашать кого-то в сетевой бизнес, либо стать бизнес-партнером, либо же воспользоваться товаром, либо услугой, которую он продвигает, то у вашего окружения сразу возникает большое количество вопросов. А по сути-то какая разница? Почему, когда вы занимаетесь линейным бизнесом, у вашего окружения не возникает вопросов, а ты еще чего-нибудь заработал, чтобы меня приглашать в бизнес, стать партнером? Или какие у тебя есть уже первые результаты, чтобы ты мне предлагал свои услуги, свой товар? Нет, человек смотрит, мне надо, не надо, мне актуально, не актуально, все. То есть вы выбираете свою целевую аудиторию, когда занимаетесь линейным бизнесом, и на эту целевую аудиторию нацеливаете свой маркетинг, свои рекламные кампании, свои предложения и так далее. То же самое в обычном бизнесе. У людей не должно возникать вопросов, а есть у тебя результаты, а нету результатов. Если вам задают такое возражение, если вы с ним встречаетесь, когда приглашаете человека в бизнес, что а ты уже заработал свой миллион, либо же так, ты когда заработаешь свой миллион, тогда и приходи ко мне, я посмотрю. Ну, во-первых, с высоты своего опыта. Уже что только мы не прошли, каких только примеров с командой не прошли, вплоть до того, что, знаете, моим партнерам говорили, вот когда купишь новую машину себе на деньги, заработанные в MLM, тогда я к тебе точно приду. И, знаете, вот, что называется, зарубился на тот момент мой партнер и сделал такой товарооборот, который позволил ему приобрести новый автомобиль, о котором была речь. На этом новом автомобиле этот партнер приехал к тому человеку и сказал, смотри, я купил новый автомобиль, идем. И как вы думаете, пошел тот человек? Нет, он нашел еще 100-500 отмазок, возражений, ну, я подумаю, я проконсультируюсь и так далее. Вам такие люди не нужны, которые, скажем так, тянут вас вниз. Поэтому не нужно зацикливаться на этих людях. Это первый пример и первая весточка, первая мысль, о чем вам надо задуматься, в каком направлении идти и с кем работать. Следующий момент, скажем так, главнейшая ошибка сетевых предпринимателей, когда все идут в сетевой бизнес, все начинают говорить, что я суперкрутой сетевик, я суперкрутой предприниматель, идемте ко мне, все, мы будем зарабатывать миллионы долларов и вообще я сейчас буду всех учить, как это делается. Но и это не нужно делать, это проблема, наверное, номер один, особенно если мы смотрим на сетевой бизнес в интернете, не нужно быть как все, не нужно кого-то слепо дублицировать. Вообще тема дублицирования в сетевом бизнесе такая очень тонкая история. Наверное, на эту тему я запишу отдельное видео, немножко зацеплю, о чем я буду говорить. Я скажу о том, что как такового дублицирования в сетевом бизнесе не существует. Но сегодня не об этом, сегодня о том, что вам не нужно быть как все, вам не нужны все кандидаты в сетевой бизнес, вам не нужны все люди, вам нужны люди, которые хотят чего-то от жизни, которые хотят развития, которые следят за трендами 21 века и постоянно-постоянно ставят себе новые цели, новые финансовые цели, новые цели в развитии и так далее. Так кем вам необходимо быть, чтобы приглашать людей в сетевой бизнес, не имея результата? Ответ очень-очень простой. Нужно быть самим собой. Нужно прорабатывать целевую аудиторию. Как только вы начинаете сетевой бизнес, это относится и к линейному бизнесу, и к сетевому. Но почему-то в линейном бизнесе об этом говорят, а в сетевом бизнесе зачастую об этом умалкивают. Когда вы начинаете заниматься сетевым бизнесом, проработайте свою целевую аудиторию. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, что именно вы можете дать людям, вашим зрителям, вашим подписчикам, вашему окружению такого, чтобы это для них было реально ценно. И при этом не нужно говорить, что я сетевой предприниматель и научу вас 100% сетевому бизнесу. Возможно, вы мама, которая сейчас в декрете, вышла с двумя детьми, с тремя, с одним, неважно. И которая хочет либо дополнительного заработка, чтобы не зависеть от супруга на какие-то мелкие, как минимум, расходы. Либо же, наоборот, вы хотите сделать так, чтобы вы больше всех в семье зарабатывали. И в этом вам поможет сетевой бизнес. И не надо врать. Еще одна проблема. То есть, первая проблема, что не знают свою целевую аудиторию, не понимают, с кем хотят работать, с кем могут работать, и начинают распыляться на всех. Вторая проблема – это бесчестность. Это вранье в глазах. Вот главнейшая проблема всех сетевиков, именно сетевиков, а не сетевых предпринимателей, заключается в том, что все, ну не все то, что, но большинство людей врут. Я зарабатываю миллионы, у меня суперкоманда, идем туда, идем сюда. Но зачем? Начинайте именно от потребности, от вашей. Как правильно проработать целевую аудиторию? Под этим видео найдете PDF-чеклист, он бесплатный, скачивайте его, изучайте, прорабатывайте свою целевую аудиторию и работайте с ней. Давайте тот контент, который интересен вам. Если вы, опять-таки, та же самая мама в декрете, и вы хотите выйти на какой-то дополнительный заработок 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, сумма не имеет значения. И так и говорите, своей целевой аудитории, если она у вас такая же, как и вы, да, я, мама, декрете, я сейчас утрирую очень сильно, но проработав целевую аудиторию по PDF-чеклисту, о котором я вам сказал, для вас будет это более отчетливо и понятно, о чем я сейчас говорю. То есть я мама, сейчас я нашла для себя интереснейший вариант, компания, которая занимается улучшением здоровья и благосостояния людей, и я совместно с ней, благодаря возможностям, которые предоставляются, этой компанией, благодаря ценностям, благодаря продукту, решила выйти на дополнительный доход. Девочки, кто хочет со мной, идемте, это все официально, это все легально, интересно, увлекательно, мы с вами хоть немножко забудем о памперсах. Условно. И давать то, что хочет от вас получать целевая аудитория. Почему еще раз не нужно распыляться на всех? Если мы говорим о работе на земле, в сетевом бизнесе, то зачастую наверняка ваш наставник, либо вы стоящий, либо спонсор, либо еще кто-то, особенно если это акула сетевого бизнеса, который работает уже в сетевом бизнесе не один десяток лет, то есть выходец из old school, так называемый, они вам и говорят, что иди ко всем, сетевой бизнес нужен всем подряд, вне зависимости ни от вероисповедания, ни от пола, ни от возраста и так далее. Они в принципе правы, но они забывают главнейшую вещь, что сейчас на дворе 21 век, и сейчас, как никогда, очень важна отработка целевой аудитории, и всем подряд, все подряд не получится задвинуть. Если мы говорим о работе на земле, опять-таки, то идя ко всем подряд с вашим предложением, с одним, который для вас важен, важный момент, то вы получаете большое, огромное количество отказов. И я знаю, что это количество отказов больше 80%. 90-95% в первом, особенно первом, наверное, этапе, вы получаете отказов на земле. И это нехорошо, и это и неплохо. Чтобы работать профессионально на земле, нужно быть готовым к этому. То есть в каждом деле есть свои нюансы, есть свои издержки производства. И при работе на земле своя издержка производства – это большое количество отказов. Но сейчас опять-таки не об этом, поэтому я запишу отдельное видео про то, какие тонкости есть в работе на земле, и про то, какие тонкости есть при работе в интернете. Я, еще раз говорю, я центрист, как так называемый, да? Я работаю и в интернете, и на земле. Я приветствую тот и тот метод. Я знаю, что и там, и там возможно достичь больших результатов, вне зависимости от точки вашего старта. Вообще ни от чего вне зависимости. Только нужно знать определенные методы действия работы, когда вы продвигаетесь в сети, и та же самая, когда вы работаете на земле. Вот, это такое отступление. Соответственно, когда вы занимаетесь сетевым бизнесом, не будьте вездесущим, не пытайтесь перекрыть потребности всей целевой аудитории. Если мы говорим про работу уже в сети, про то, что если мы будем на всех распыляться, вам нужно при работе в сети, помимо определенных действий, еще и входящий трафик постоянный. Вы же не будете писать только для своих друзей, детства, мам, папу и так далее, которые на вас подписаны. Вам нужен постоянный входящий трафик вашей целевой аудитории. А если вы определите для себя целевую аудиторию все подряд, то для вам как минимум надо будет грузовик денег, большое количество контента. Вы не будете вылазить из студии, где будете записывать видео, где будете записывать контент, какие-то подкасты, полезный материал, создавать какие-то рабочие инструменты и так далее на всех. Оно вам надо? Я думаю, нет. И, соответственно, если мы подытожим все то, что я сказал в этом видео, для того, чтобы работать в сетевом бизнесе, привлекать партнеров, которые будут с вами вместе рука об руку работать, но при этом вы еще не имеете своего результата, нужно А. Четкое намерение, мечта, понятие, зачем это нужно тебе. Следующий шаг. Нужно понимать, кто твоя целевая аудитория, вне зависимости от того, где ты работаешь, на земле, либо в интернете. Четко понимать. Не врать. Давать полезность именно на твою целевую аудиторию, реальную полезность. Такого качества выдавать контент, такого качества создавать инструменты, за которые вы сами заплатили большие деньги. И отдавать это бесплатно, в этом и суть сетевого бизнеса, делиться своей целевой аудиторией, своим окружением, всем самым интересным и полезным. И, соответственно, именно зная потребности более вашей целевой аудитории, вы можете давать четкий направленный контент, четко направленное предложение именно на потребности вашей целевой аудитории. и не нужны вам все подряд, вам нужны только люди, которые хотят чего-то от этой жизни. И вот, если вы будете соблюдать вот эти моменты, вот эти рекомендации, которые я вам отдал в сегодняшнем видео, то вне зависимости, только вы начали бизнес, либо давно начали бизнес, есть у вас результат, нет у вас результата, в сетевом бизнесе, у вас обязательно все получится. Это я вам гарантирую. Вот такое сегодня вышло видео. Я уверен, что оно будет вам полезно. Не забывайте заглядывать в описание к этому видео, потому что там большое количество PDF-листов, PDF-инструкций, инструментов, которые вам будут полезны в вашем сетевом бизнесе, вне зависимости от того, как вы развиваетесь на земле, либо в интернете. На этом сегодня все. С вами был Кирилл Калганов. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с вашими друзьями. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео и быть в курсе всего самого свежего и интересного. На этом сегодня все. До встречи как на земле, так и в интернете. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok